В прямом эфире Якутия 24. Это выпуск «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Здравствуйте. ЧП Валдани. Из-за схода снега с крыши погиб человек. Как так вышло? Квартиры для детей-сирот. Сколько сирот-якутян получили дома за прошлый год и продолжить ли работу госпрограмма в этом году? Якутияне в промышленность. Алроса начала подбор кадров для работы в месторождении Верхнемунское. Работников будут искать в четырех улусах. Безопасность и качество автоперевозок. В Якутске стартовал большой семинар на эту тему. Что предлагают власти, органы надзора и сами перевозчики? Холода отступает. У якутского быка холода отвалился первый рок. Что прогнозируют синоптики? В Якутию из федерального бюджета направят более 360 миллионов рублей. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал документ, в котором утвердил по объектное распределение субсидий 22 субъектам на софинансирование капитальных вложений в объекты здравоохранения. Всего объем распределенных субсидий по регионам России на этот год составит 16,5 миллиардов рублей. Из этой суммы в Якутию планируют направить 363 миллиона 800 тысяч. Деньги пойдут на реконструкцию радиологического отделения в Якутском республиканском онкологическом диспансере. Ну а банковская карта МИР перестанет быть просто платежным инструментом. Скоро с ее помощью можно будет посетить врача и купить лекарства в аптеках по электронному рецепту. Таким образом записаться на прием к врачу можно будет при помощи специальных терминалов в поликлиниках. При этом сама карта МИР станет ключом доступа к базам врачей и фармацевтов. Эта функция заработает в конце года. К концу 2018 года платежная система МИР планирует включить онлайн-сервис, при помощи которого можно будет пациентам записываться на предварительную запись к врачам в нашей поликлинике. В настоящее время в нашей поликлинике существуют все необходимые условия. То есть мы уже третий год работаем как раз по программе МИС. У нас работает уже электронная амбулаторная карта, лабораторная информационная система. Сейчас врачу необходимости нет бегать за анализами. То есть все это у нас уже автоматизированный процесс. Тем временем изменился порядок прохождения диспансеризации. Как известно, она идет в два этапа. Теперь всего за один час можно будет пройти весь первый этап медосмотра. Раньше это занимало три дня. Все подробности у Петра Говрова. Всего один час на первый этап медицинского осмотра. Процесс диспансеризации ускорен и откорректирован. Раньше мы проводили там, скажем, одно какое-то УЗИ, да, один какой-то анализ углубленный. То сейчас у нас комплекс исследований УЗИ увеличился. У нас появились измерения функций легких, например, да, функций артерии появились. И поэтому по итогам первого этапа мы тут же пациентов отправляем к участковым врачам, чтобы они проходили исследование второго этапа. Диспансеризация – мероприятие добровольное. Главный плюс – можно пройти осмотр и получить бесплатные консультации сразу нескольких специалистов – кардиолога, офтальмолога, эндокринолога и других. Изменился и подход к пациенту. Это будет, значит, индивидуальный отбор, да, каждому гражданину, который подлежит в этом году диспансеризации, начиная с 21 года. У нас сократились, значит, анализы. Это общий анализ крови и мочи, который ранее был. И какие? Нет, мы вообще его убрали, да, по приказу новому. Так, теперь у нас будет обязательный анализ – это сахар крови и холестерин. Прохожу диспансеризацию в 307 кабинете. И сдала сегодня анализы, анкету выполнила и ничего не выявили. Диспансеризация – это не только общий для всех граждан осмотр. Теперь есть четкие разделения по полу и возрасту и выявлению хронических заболеваний. С этого года будет более углубленная и широкая просветительская работа именно с больными групп риска. Лучшее лечение – профилактика, уверены врачи. Поэтому диспансеризацию по возрасту пропускать не рекомендуют. Ведь это доступный шанс предупредить развитие заболеваний. Петр Говоров, Илья Сыромятников, Павел Пахомов, Якутск. В Алдане из-за схода снега с крыши погиб человек. Как выяснил наш корреспондент в Алданском районе, ЧП произошло около полудня на территории городского крытого рынка. Жертвой стал владелец одного из магазинов. Он пытался сбить свисавшую часть снега, но внезапно на него свалилась снежная гора со всей крыши. Пострадавшего извлекли из-под снега, но было уже поздно. Спасти его не удалось. На месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье найдены оба черных ящика. Устройство находится в удовлетворительном состоянии. Как сообщили в Следственном комитете, по предварительным данным, взрыв на борту самолета произошел уже после крушения. В настоящее время следователи изъяли образцы топлива, файлы радиообмена, диспетчеров и командира воздушного судна, а также данные систем слежения за самолетом. Напомню, что самолет Ан-148 саратовских авиалиний разбился накануне, через несколько минут после вылета из столичного аэропорта Домодедова. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли. Соболезнования по погибшим в крушении самолета в Подмосковье выразил глава Якутии Егор Борисов. Он направил в адрес губернатора Оренбургской области жителя региона телеграмму со словами поддержки. Глава республики отметил, что якутяне сопереживают каждой семье, потерявшей близких в этой ужасной катастрофе. К другим новостям. Новые федеральные требования к пассажирским перевозкам обсуждают в Якутске на семинаре о безопасности и качестве автомобильных перевозок. Мероприятие организовано в Якутске и продлится до 15 февраля. Участвуют специалисты из центральных учебных центров, органов надзора и сами перевозчики. По порядку и подробнее наш корреспондент Саргалана Захарова. В первых числах февраля на федеральной дороге Вилюй сгорел микроавтобус. В салоне находились 10 школьников. Водитель успел вывезти всех на улицу. Разрешения на перевозку детей у него не было. На этой же трассе несколькими днями ранее столкнулась фура и междугороднее такси. Итог, 9 пострадавших, трое погибли. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован. Вернемся назад еще на одну неделю. На Колымской дороге легковое авто врезалось в КамАЗ. Двое погибших, трое в тяжелом состоянии. Он связан и с качеством оказания услуг у нас на территории по перевозке непосредственно пассажиров и багажа. Я не буду вдаваться в подробности и называть страшные цифры дорожно-транспортных происшествий, которые имели место быть. Для республики действительно были достаточно тяжелыми. Тяжелым был и конец прошлого года. 9 человек, в том числе водитель междугороднего такси, погибли после столкновения с КамАЗом. Таксист занимался извозом нелегально. Автомобиль не был оборудован необходимой техникой. Речь идет и о тахографе, который так болезненно восприняли якутские водители. Вот нынче с нас начали требовать тахографа, по которому водитель в обязательном порядке каждые три часа должен отдыхать. Но на наших дорогах, где я работаю, никаких мест для этого нет. К примеру, в моем направлении на протяжении 600 километров, кроме заправки, ничего нет. Но требование есть требование, и прописывают его, как говорят специалисты, ради безопасности пассажиров и водителей. Отсутствие отдыха – это причина повышенной аварийности. Ведь даже соблюдение интервала между управлением транспортным средством и отдыхом, оно же не требует выключения автомобиля как такового. Пусть он себе работает. Периоды, которые необходимо отдыхать водителю, они установлены не просто так, из физиологических норм. Многие перевозчики все же приобрели и установили тахографы, однако столкнулись с другой проблемой. Европейские фирмы в стране не признают. Теперь, помимо всех других затрат, придется покупать новые, сетуют предприниматели. К слову, тему больших затрат не обошла вниманием и Ольга Балабкина. По ее словам, необходимо выработать требования к водителям, учитывающие региональные особенности нашей республики. Зиму, переправы и многое другое. Сергалана Захарова, Владимир Павлов, Якутск. Создавать инфраструктуру территории опережающего развития можно будет быстрее и проще. Минвостокразвития России разработала законопроект об упрощении процедуры и сокращении сроков создания объектов. В частности, предполагается сократить срок проведения госэкспертизы, проектной документации и результатов инженерных изысканий в три раза с 60 до 20 дней. В свою очередь, корпорация развития Дальнего Востока сможет предоставлять земельные участки инвесторам под застройку линейных строений. Отмечу, что на Дальнем Востоке страны в 2017-м зафиксирован рост инвестиций в основной капитал. Такого результата удалось достичь в том числе благодаря приходу в макрорегион новых инвесторов. Напомню, что на Дальнем Востоке на сегодня создано 18 территорий опережающего развития, в том числе два в Якутии. Это индустриальный парк Кангаласы и Тор Южная Якутия. Пилотный проект по переселению граждан из аварийного жилья начнет работу в Алданском районе. Это даст старт федеральной программе, которая заработает уже по всей России с 2019 года. По данным, Алданский район находится в лидерах антирейтинга по объему аварийных домов, которые надо сносить и расселять. Об этом заявил вице-премьер Якутии Игорь Никифоров. Вместе с тем зампред отметил успешное завершение первого этапа республиканской программы по переселению граждан из ветхого жилья. Так, за пять лет в республике ликвидировали 40% аварийного жилфонда. В том же Алданском районе расселили 25 многоквартирных домов. Это 750 человек. В республике в минувшем году более 1 миллиарда рублей было направлено на программу обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Долгожданное жилье получили 500 человек. Репортаж Кристины Якуповой. Вера Самсонова лишилась родителей еще в дошкольном возрасте. После ее удочерили близкие родственники. Сегодня у Веры своя семья. Несколько лет проживали в съемных квартирах, пока не изменился закон о представлении жилья сиротам. Это было давно, в 2008-м, наверное. Один человек, сирота, получил квартиру. Тогда я спросила, тогда закон был другой. Тогда надо было ставить очередь на жилье до 18 лет. Потом, как только новый закон вышел, ко мне позвонили с опеки из Хангаласского района. И сказали, вот так-то, так-то вышел новый закон, так что мы тебе отправим факс, собирать документы и сходить сюда, в отдел опеки по городу Якутску. Я так и сделала, и получила свое жилье по участию в 2017 году. Программа обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 2015 года под ведомством Министерства архитектуры и строительного комплекса. В 2017 году на ее реализацию было предусмотрено более 1 миллиарда рублей. Из этих средств предусмотрено как из республиканского бюджета, так и из федерального бюджета. В 2017 году было предусмотрено почти 100 миллионов рублей из федерального бюджета. Другая, основная часть, это из республиканского бюджета. Это более чем 900 миллионов рублей. В 2017 году было заключено соглашение с муниципальными образованиями. Участвовали все 33 муниципальных образования. Сегодня в очереди на жилье состоит 1116 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них в наступившем году жилье получат только 476 детей. Остальные 640 – это сироты, которые стали в длинную очередь 2015-2017 годы. Им квартиры предоставят позднее. В 2018 году эта программа продолжится. В соответствии с законом Республики Саха-Якутия о государственном бюджете на 2018 год предусмотрены средства в размерах 926 миллионов рублей. Из них почти 155 миллионов – это из федеральных средств, а остальные – из бюджета республики. Вера Самсонова в очереди прождала 4 года. В долгожданную квартиру заселились прошлым летом. Самое главное – пережить зиму. Нынче убедились – квартира теплая. Полноценная квартира, просторная. А так, сперва, конечно, я волновалась сразу зимовать в новой квартире, не зная, что получили. Но квартира очень теплая. У нас батареи сейчас отключены, и всю зиму так стояли. По программе «Первые пять лет» дети-сироты проживают в квартирах по договору найма. После этого документы можно будет продлить и оформить жилье в собственность. Кристина Якупова, Владимир Павлов, Василий Слепцов, Якутск. В Ленск приехал директор регионального агентства энергоресурсосбережения Алексей Пахомов в цель визита – вопрос проведения энергоэффективных мероприятий на муниципальных объектах, школах, детских садах и котельных. За два дня осмотрели объекты райцентра, а также поселка в Витим, Пеледу и близлежащих наслегов. В районе хочу сказать, что ни в одном объекте нету индивидуального теплового пункта с погодным регулированием, не применены балансировочные клапана, термостаты. То есть здесь большой объем работы по бюджетным учреждениям. Можно экономить большие именно муниципальные средства на затраты по тепловой энергии. Глава Неренгринского района посетил местные производственные объекты товаропроизводителей. Какие предложения выдвинули предприниматели и какие выводы сделал сам глава района, рассказывает Сергей Козюра. Рабочая группа встретилась с фермерами-годировыми, которые выращивают коров, коз и баранов. Ознакомилась с работой производителя мясной продукции, индивидуального предпринимателя Владимира Волкова. Сельскохозяйственник, который держит 300 голов свиней и кроликов, признался, что в последнее время стало сложно вести хозяйство. Все упирается в себестоимость. Все себестоимость. Раньше, когда я начинал, у нас, конечно, с другой был пыль. Статья расходов была отдельно, специально для сельхозпроизводителей. Там вода дешевле, отопление дешевле, транспорт. Транспортного налога вообще не было. Налог мы платили один только, единый сельхозналог. Ну, там немножко. Производитель корпусной и мягкой мебели Сергей Радченко отметил, что благодаря программе переселения в Нерогринском районе в последнее время поступает очень много заказов на производство мебели от местных жителей. Но одной из актуальных проблем на предприятии является нехватка рабочих рук. Недостаток, да, квалифицированной рабочей силы. Рабочая сила может быть такая, понимаете, перетащил туда-сюда, а нужно квалифицированной, именно нужны мастера по изготовлению мебели. Далее глава побывал на предприятии ООО «Хлеб», встретился с руководством ООО «Чистая вода», а также посетил мясо рыбный и салатно-кулинарный цех компании «Айгуль». Объезд производителей выявил общую проблему – нехватки рабочих рук. Это, в свою очередь, замедляет рост выпуска товаров. В ходе объезда глава района отметил улучшение качества производимых товаров, их возросшую, по сравнению с прошлым годом, конкурентноспособность. Когда приезжаешь, не сидя в кабинете, а приезжаешь на место, да, общаешься с теми людьми, которые производят продукцию и задают живые, ну, интересные для нас, для всех вопросы, конечно, это очень важно. Они требуют соответственного решения. И совместные усилия малого бизнеса и власти, конечно, эти вопросы будут решаться значительно быстрее. Было решено изучить все предложения местных производственников и рассмотреть варианты их поддержки на предстоящей сессии районного совета депутатов. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингре. Ворота Якутска, городской парк в Нерингре, площадь Ленина в Ленске. Эти и другие территории, по мнению жителей городов Якутии, должны быть благоустроены в первую очередь. Так, Министерство ЖКХ и энергетики завершило прием предложений в рамках федерального проекта «Формирование комфортной среды». За месяц поступило более 75 тысяч предложений. Общественные комиссии до 16 февраля должны выбрать набравшее наибольшее количество, как минимум 10 объектов, по которым должны быть разработаны дизайн-проекты. И эти дизайны-проекты до 16 марта размещаются на сайтах и в средствах массовой информации. И с 1 марта они должны активно обсуждаться. Мы надеемся, что население будет также активно и примет участие в выборе того объекта, который будет выбран и благоустроен в 2018 году. Сейчас перерыв на рекламу на 20 секунд. Смотрите далее в нашем выпуске. Якутияне в промышленность Алроса начала подбор кадров для работы на месторождении Верхнемунское. Работников будут искать в четырех улусах. Не совсем корректный рейтинг. «Зеленый патруль» поставил Якутию на 65-е место экологического рейтинга субъектов страны. Минприрода республики с этим не согласна. Холода отступают. У якутского быка холода отвалился первый рог, что прогнозируют якутские синоптики. Это «Якутия-24». Мы продолжаем итоги дня. В республике началась работа по подбору работников в Удачнинский горно-обогатительный комбинат. Представители Госкомзанятости, кадрового отдела ГОКа и Центра переподготовки кадров Алроса выехали в Вилюйскую группу районов. Они посетят четыре улуса – Цунтарский, Нюрбинский, Вилюйский и Верхневилюйский. Специалисты намерены там подобрать подходящие кадры для работы на месторождении Алроса – Верхнемунское. Напомню, что в прошлом году в проекте были задействованы пять крупных предприятий-недропользователей. За это время были тут трудоустроены более двух тысяч якутян. Из них более тысячи – это молодежь и около двухста – жителей села. Наиболее востребованными оказались профессии среднего рабочего звена. Это горнорабочие, водители, машинисты, экскаваторов, бульдозеристы, электрослесари, газосварщики. Добавлю, что в этом году Госкомзанятости будет сотрудничать уже с 20 промышленными компаниями, а работа по подбору кадров будет продолжена и в других районах республики. Дальше, конечно же, центральные УЛУСы, северные, арктические УЛУСы. Мы всех охватываем, да, все вакансии, потребности на 2018 год у нас на сегодня. На сегодня предварительные данные – это две с половиной тысячи рабочих мест. Ну, как я уже сказала, в основном это рабочие профессии, да, и подбор будет проходить по всем УЛУСам. Якутия на 65-м месте экологического рейтинга субъектов России. Такие данные привела общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» при подведении итогов года экологии. Регионам и самой благополучной экологической обстановкой назвали Тамбовскую область, Алтай и Алтайский край. В самом низу рейтинга – Челябинская, Звердловская и Московская области, ну, а Якутию они поставили на 65-е место. Однако в Министерстве охраны природы республики считают, что рейтинг не совсем корректный. По итогам 2017 года, согласно рейтингу из 85 регионов, Якутия занимает 65-е место. Отрицательным моментом явилась новость об увеличении лесных пожаров на территории республики. Кроме того, учитывалось состояние водных ресурсов, это загрязнение реки Лена в июне прошлого года фекальными стоками, ухудшение качества питьевой воды во время поводка в городе Якутске и выявленные нарушения в отношении золотодобывающих организаций. Интересные проекты по робототехнике представили алданские школьники на место и выставке. Сюжет Татьяны Вахниной. В боулинге этому роботу равных не будет. Меткость и ловкость машина продемонстрировала на районной выставке робототехники, прошедшей в школе номер 9. Девятиклассник Леонид Питков планирует стать инженером. Робота собрал из конструктора за 30 минут. Над программой работал около двух часов. Специальная программа на компьютере, в которой закладываются расчеты по полю, чтобы робот выполнил свою цель. Робот Павла Сомкина выполняет принципиально иную функцию. Он предназначен для считывания информации. Данная конструкция помогает с помощью двух датчиков цвета считывать черную линию и ехать ровно по ней. Затем, когда видит пересечение, линию перпендикулярную, робот останавливается, считывает цвет цилиндра и выводит его на экран. Над программой Павел работал почти сутки, а его робот получил высокую оценку на конкурсе «Робофест-2018». Конструирование и увлекает. О микросхемах и аккумуляторах пятиклассник Влад Иванцов знает больше, чем многие старшеклассники. Я люблю электрические вещи, особенно машины, квадрокоптеры. На выставке Влад представил целое робототехническое государство с машинами, людьми и птицами. На конструирование одного робота Владик затрачивает не более 15 минут. Самое сложное – заставить машину двигаться. Я вообще считаю, что это передовые технологии сейчас, что это очень интересно, это новое, ну как новое, но, соответственно, развивает ребенка. Робототехникой увлекаются не только школьники. Воспитанник детского сада Василек Игорь Бергунов занялся конструированием год назад. Его снегоуборочная машина заняла третье место в республиканском дистанционном конкурсе. Своё будущее, однако, Игорь видит иначе. А кем ты хочешь стать? Повара. Повара? Да. Ты, наверное, в будущем хочешь сделать повара робота? Да. Чтобы он за меня работу делал. Какое оно? Завтра юные конструкторы, программисты и физики убеждены. Завтра безумных машин немыслимо. Татьяна Вахнина, Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин. Алдан. Большинство россиян хотя бы раз в неделю пользуются социальными сетями. Это показал последний опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения. В настоящее время 45% опрошенных россиян старше 18 лет пользуются хотя бы одной из социальных сетей почти каждый день. 62% хотя бы раз в неделю. Полностью исключены из социальных медиа около трети россиян. Кроме того, по данным исследования, самой популярной социальной сетью в России была названа ВКонтакте. Второе место занимают одноклассники, третье – Инстаграм. В опросе также отмечается, что при четверти респондентов рассказали об использовании мессенджеров и сервисов обмена короткими сообщениями. Самым популярным был назван WhatsApp. Морозы в Якутии начинают отступать. Согласно якутским поверьям, у БК зимы сегодня отвалился первый рог. С этого дня крепкие морозы должны уйти. Ну а второй рог сломается 24 февраля, и тогда в Якутии морозный период заканчивается. Ну а полное завершение зимнего сезона наступает 22 марта, когда отваливается голова этого мифического существа. По прогнозам синоптиков, в эти дни почти во всех районах республики будет стоять относительно теплая погода. Завтра днем в Якутске – 24-27 градусов мороза, ночью температура опустится до 34. На большей части центральных и заречных районов будет небольшой снег. Дневная температура составит минус 33, ночная – до минус 41. А в феврале температура воздуха будет на 1-2 градуса выше нормы. В Колымских районах будут сильные ветра, метели. Дневные температуры будут 18-23, ночью – по 30 градусов. На сегодняшний день у нас вот в Колымских районах, в Зырянке у нас по высоте снега, значит, опасное явление наблюдается. Там более 1 метра, в Среднеколымске – 99 сантиметров. Ну, близко к критериям опасного явления. Стали известны имена спортсменов, которые представят Якутию на зимних играх «Дети Азии». Так, 84 спортсмена республики 16 лет отправятся в 2019 году на Сахалин. Соревнования будут проходить по 8 видам спорта. Якутская сборная примет участие в хоккее, фигурном катании, биатлоне, лыжных гонках, горных лыжах и сноуборде. Мирнинцы сдали ГТО по плаванию. В тестировании принимали участие жители Мирного от 18 лет и старше, имеющие допуск врача, зарегистрированные и получившие личный уникальный идентификационный номер на официальном сайте ГТО. Через две недели мирнинцы сдадут нормативы по стрельбе, а затем по лыжам. Сейчас, смотря на результаты, где-то 60% выполняют на золото. Есть, конечно, кто и без знаков остается, но в основном золото, серебро, бронза, все в знаках. Второй год мы работаем на прием нормативов, именно уже на знаки. Поэтому количество увеличивается, значит, мы идем в правильном направлении. В столице Южной Якутии завершился чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. На ринге сошлись 113 сильнейших бойцов из Якутии, Приморского и Хабаровского краев и Амурской области. О ходе и результатах турнира в сюжете коллег из Нерингре. Чемпионат стал отборочной площадкой спортсменов, которые примут участие на первенстве России в этом году. Способности кикбоксеров под пристальными взглядами зрителей оценивал судейский корпус. Фарикат Касымов, главный тренер сборной России по кикбоксингу, отметил высокий уровень подготовки спортсменов. Эта земля не только богата по лесу ископаемой. Самое ценное, что в этой земле с суровыми климатическими условиями, это, конечно, люди. И, как говорил мой один знакомый, там, где вымерли мамонты, то здесь живут люди. И живет спорт, и живет кикбоксинг. Конечно, благодаря тем людям, которые поддерживают это. Кирилл Гаврик, воспитанник спортивной школы Олимпийц города Владивосток, кикбоксингом занимается 9 лет. На соревнования боец ехал за путевкой на чемпионат России по кикбоксингу и за долгожданным званием кандидата мастера спорта. Цель была достигнута за три боя, два из которых завершились нокаутом. Первый бой был достаточно легкий, с колена в печень попал. Второй бой был тяжелый, тоже выиграл единогласно. Третий бой с руки в печень попал. Сильнейшие спортсмены бороли за право представлять Дальний Восток на чемпионате России по кикбоксингу в городе Ялта. По итогам соревнований фаворитами стали хозяева турнира сборной Якутии. Егор Ксенофонтов, воспитанник Нюрбинской детско-юношеской спортивной школы, на чемпионате одержал свою очередную победу 33 из 36. Спасибо Алексею Васильевичу, он меня подготовил три года. Я уже там выступал в России, в Дальнем Востоке три раза выступал. И благодаря ему я проиграл только три раза. Участие в чемпионате стало отличной возможностью для спортсменов и их тренеров сделать выводы и внести, если нужно, корректировки в тренировочный процесс. И для кикбоксеров стало хорошим поводом проверить себя перед новым, большим стартом. Красочные впечатления получил, много ярких эмоций. То, что провел бой за победителя, за титул провел бой, выиграв его явным преимуществом. От соревнований по кикбоксингу в дисциплине К1 у спортсменов остались незабываемые моменты радости и огорчения от побед и поражений. Впереди спортсменов ждут новые старты и соревнования, на которых они будут сражаться за очередные награды. Екатерина Павлова, Айя Ломосов, Нерюнгри. Таковы итоги дня. Оставайтесь на Якутии 24. Будьте в курсе всех новостей и событий. Берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова